Сергей, пожалуйста, следующий вопрос. Сергей, в которых норма задается правильными многоградниками. Так вот, у Юрия Григорьевича публикация была «Успехов на наук» в 1954 году. Он решил задачу Персидского. Я формулировать не буду, у меня просто нет времени. И должен сказать, что я, конечно, связан с Юрием Григорьевичем больше по геометрии. Я слушал его спецкурс, и там были в том числе элементы теории группы. И аналогичные спецкурсы я слушал Марий Хайрулович Ибрагимов тоже, когда был студентом, аспирантом. И я много обязан этим людям. И Юрию Григорьевичу в особенности. Ну, здесь вот приведены работы Гюделя 1949 года. Пример новых типов космологических решений в равнине Мюнштейна. Гюделя гравитации. Вот на самом деле, опять же, из-за недостатка времени, вот это связано, я вот уже говорил Геннадию Владимировичу, с его вчерашним докладом. Там рассматривались гравитационные волны, которые возникают из вращения идеальной жидкости. Здесь вообще более необычные причины. Значит, вообще пространство, время, это Гюделя, которое здесь появляется, оно четырехмерное. Но одна компонента несущественна, ее можно отбросить, и поиски геодезических сводятся к трехмерному случаю. Вот. Так вот, там получается, что не одна ось вращения, а через каждую точку проходит ось, течет идеальная жидкость, и еще она вращается. То есть это не просто вращающаяся с Вселенной, когда вот сам Гюдель говорит, а это турбулентная Вселенная. И кроме того, почему многие вот не восприняли эту модель, там есть временеподобные замкнутые кривые. Это значит, что двигаясь по этим кривым, со скоростью, в меньшей скорости света, вы можете вернуться в свое прошлое или в будущее попасть. К сожалению, здесь вот поменялась программа, я захватил разные книжки, в том числе я на английском языке принес The Time Machine, Уэллс, хотел показать. Ну ладно. А вторая книга, она очень толстая, Гюдель Эшербах, Хопштадер, она переведена на русский, но у меня оригинал был на английском, подарил мой зять. Так вот, Хопштадер, один после написания своей книги, он на самом деле еще переводил поэму Онегина Евгении, кто там? Евгений Онегин на английский язык. Это был четвертый перевод. Он понял, что вот надо переводить. Хопштадер, я, ну это как бы последовало... Ну не буду, ладно, я больше своих не могу рассказать. Вот. Ну Гюдель известен, конечно, в основном, как доказал теорему о неполноте, прежде всего. Вот я уже улюбился, я прошу прощения, но ладно, если чего-то не расскажу, Гюдель. Вот. Ну и он участвовал в решении двух проблем Гюдель, первый и второй. Вторая проблема, это как раз он опроверг предположение Гюдель, доказав теорему о неполноте. А первая проблема о гипотезе, как там... Вот я уже слова забываю. Гипотеза континуума. Так вот, с чего началось исследование этой гипотезы? Гюдель доказал, что конъюнкция вот этой вот гипотезы и аксиомы выбора совместно с аксиоматикой Цельмела Френкела. Ну а затем появилась работа филсовского лауреата Хоуна 1966 года, появилась книжка, который привел модель вот в этой аксиоматике, в которой эта гипотеза континуума нарушается. Ну и есть еще аксиоматика Гюделя Бернальца. Ну, казалось бы, это знаменитый логик, из чего он, друг, вот такие вот вещи. Так на самом деле его образование началось физическое. Первые два курса он обучался в Венском университете. И на самом деле вот это его построение, оно очень квалифицировано, как физик он себя проявил. Я не буду говорить, да. Вот, хорошо, Ван, вернусь непосредственно в теле моего доклада. Значит, вот, далее я нашел в времени подобные затопные генетические вселенные генетические, как бы, если вы говорите, это русская версия той статьи, о которой сегодня говорил Симсинович. Симсинович появился сегодня английский перевод этого журнала. Вот, то есть как раз день юбилея Юрия Григорьевича, это просто как-то все замечательно совпало. Далее, ну, здесь я скажу, в общем, о группе, которую я рассматривал. Но после того, как появился прикрыт вот этих результатов, он был гораздо более объемный, чем эта статья. Вот, я получил письмо от НИПа, что на самом деле вот эту трехмерную пространство в время Гёделя можно реализовать на другой группе. SL2R. SL2R. Этот факт. Ну, и затем вот, отвечу, в Бареларе. То есть там появляется так, что изометричные Лоренцевые метрики можно реализовать на разных группах линь, не замор. И вот аналогичный результат был получен в Бареларе, что там есть не замор на группе линь. На самом деле, те же самые группы, почти те же самые группы, о которых появляется вселенная Гёделя. Вот, ну, для Суприменовых методов. Ну, это предсказание результатов Агрокчёва. Ну, и вот здесь Киргасон, это как раз вот название моего уклада присутствует. Вот, я об этом скажу. Что применяется, чтобы установить вот этот изометр. Ну, и вот, применяю я вот эти вот еще результаты. Следующая коннотация обсуждается в модели вселенной Гёделя, как двух неизоморфных, четырехмедных, односвязанных группе линь. Вот, первая группа линь – это та, которую я рассматривал. Значит, смотрите, с боков – это самые такие простые абелевые группы. Это вещественные прямые с параллельным сдвигом. А внутри эта группа, связанная группа афильных преобразований числовой прямой. На самом деле, ее можно описать как эта простейшая двумерная, простейшая двумерная некомутативная, точнее, не простейшая, а единственная двумерная группа линь некомутативная. Она существует только одна. И вот далее то, что предложил мне, это надо взять универсальные накрывающие вот той группы линь, которую я упоминал, и умножить ее на линь. Там тоже появляется левограриантная линь – лометрика. Ну, а когда я написал, после того, как я написал письмо, я написал, что есть аналогичные результаты супременного случая, я написал, что на самом деле это связано с разложениями его савы, так называемые. Полупростые группы линь. Ну, и вот здесь показано, что следует предположение профессора Линь, изометрия между тумяной и заморозной, и современной группой линь. Вот, построена Крачевым париларем, индуцирована некоторым разложением его савы для группы линь. Ну, здесь я уже пояснил последнее. А плюс Р – это группа сохраняющих ориентаций фенектирующихся. Ну, вот здесь опять говорится, что Курт-Гёдель в статье, где он ловится у метрики на пространстве 4, вселенное пространство время Гёделя, это и есть решение уравнения герой ТЭЦ и решение в общей теории относительности. Вот в статье 2 автор нашел, используя методы геометрической теории оптимального управления, временеподобные на топной геометрической вселенной Гёделя, рассматривая его как правильный вариант Лоренцева метод, и показал, что это геометрически не замкнуто. То есть есть замкнутые петли в временеподобные, но если вы геодетически рассматриваете, их замкнутых не появляется. Это Лоренцева метрика и поведение геодетических существенно определяется индуцированной Лоренцевой метрикой вот на такой же трехмерной группе. И профессор Павел Генбург, я об этом уже говорил, вот я об этом не буду говорить, что можно реализовать на другой группе ЛИ. Вот я об этом скажу, это как поведение, я об этом тоже уже сказал, и последний отзыв я тоже кратко проговорил, поэтому пойдем дальше. Это вот ссылка на книгу Хилгарсона, о которой я говорил, вот в которой указал изоморфизм и алгебры ЛИ. На самом деле, смотрите, их четыре, и они все между собой изоморфны. И если бы взять соответствующие односвязные группы или с этими алгебрами, они тоже будут изоморфны. Так что вот это все связано с алгебрами SL2R, которые здесь упоминались. Пожалуйста, они по-разному себя проявляют. Вот. Ну и вот в теореметре доказывают, что аналоги секционных кривизм вычислены для трех пар векторов соответствующих автономированных валисов, для ревенварианта метрики Гёделя, которые я рассматриваю, и ревенвариантных флоренцевых метрик на SL2R, вот здесь это уже из книги Хилгерта Либа, про профессиональные, что подтверждает или доказывает утверждение профессора Либа. Я должен сказать, что в той книге они вот сделали такое утверждение, о возможной реализации вселенной Гёделя, но оно у них не доказано. Ну и это просто частичное подтверждение того, что они высказали. Ну а в предложении 3, в предложении 3 показано, что изометрия между двумя неизомокнули с обрывом группами Либи вот такой вот, и вот такой вот, построенный в Грачевом и Бажеларе, индуцированный некоторыми разложениями ОСАУ для вот этой группы в СССР. Ну вот теперь непосредственно вселенная Гёделя, вот она записана такой квадратичной формой, вот, где А больше нуля. Он заметил, что можно переписать эту квадратичную форму вот в таком виде. И из вида 2 сразу видно, что сигнатура этой метрики равна плюс, минус, минус и 3 минус. Ну и с точки зрения польско-геодезических, вот, значение константы А не столь важное значение имеет. Мы предполагаем, что А равно единице. Гёдер заметил вот в той же самой степени, что на этой сирене Гёдера действует просто транзитивно четырехмерная группа Либи. Вот, легко видно, что такое действие можно записать так. Вот, соответствующие координаты просто сдвиг, здесь сдвиг, а вот здесь более сложно, значит, здесь происходит по такому правилу. А по последней координате опять все очень просто, просто сдвиг. И вот, если вы посмотрите на середину, вот здесь как раз и видно, что здесь возникает двумерная некоммутативная группа Либи. которая определяется источностью зоморфизма и единственным органом. Ну, отсюда следует, что соответствующая группа Либи простейшая односвятная некоммутативная четырехмерная группа Либи. Ну, вот я здесь фактически об этом уже говорил. И вот, если мы возьмем вот эту группу, она далее обозначается АГ-3, и, собственно, больше АГ-3 идет речь. Ну, и вот двумерная некоммутативная группа Либи, вот здесь, которая здесь бывает, она единственная с точностью зоморфизма. Об этом я уже говорил. Вот. И дифиобобная Л-2. Ну, отсюда следует, что группа Г-3, соответственно, Г-2 изоморфна вот такой группе. Ну, а это я тоже практически говорил, что группа Г-2 изоморфна в группе, сохраняющей ориентацию, афинифное преобразование прямой. При этом засвернении вот этих координат с вектором, видите, здесь мы несколько переставляем координаты, и вектор записан, вот надо его транспонировать, то есть это некий столбец будет. Да, где Т подначает транспозицию, действие группы действие группы Г можно записать вот такой в виде умножения слева на матрицу А. Вот такая матрица, вот, и уравнение опять, ну и при этом равенство вот в матричном виде устанавливает объекцию группы Г на И4, и единица группы Г соответствует нулевому вектору, на что-то я нажал в вас следующее следующее А, вот, теперь на работе будет, да, журналисты, вот, а, вот, работа. Следствие этого, вот, вот, вот эту вселенную вместе с группой Ли, снабженной мировой наряде, можно поднести с группой Ли, которую я описал, матричная группа Ли, снабженная мировая кгл. Положим, в единицы группы, то есть с половиной в нуле, в качестве векторов возьмем частные производные по соответствующим координатам, это будет базис алгебры Ли, в единице из Ли, соответствующие вот таким координатам. Тогда, согласно сказанному и от записи элемента 1, серии нулевых компонентов линейного элемента ДС-квадрат относительно этого палича равно такие. Я должен сказать, очень трудно следить, конечно, я просто многие детали опускаю, и не надо сильно в них вникать, но надо написать, значит, надо написать. я написать. Ну и согласно вот тех 5 и 6 под группу Ли Г3, о которой я говорил, которая имеет основное значение, можно посвестить с немножко более простой группой Ли, уже размера 4 за 4, где участвуют только координаты X2, X1, X0. Мы игнорируем несущественную координату X3 на самом деле, и далее рассматриваются вот эти группы Ли. Ну, очевидно тогда, что объясняется, почему можно в основном перейти, что вот эта вселенная Гёггаля есть прямое произведение вот этой трехметрной вселенной Гёггаля на однометре, вот, и вот где вот эта метрика уже написана в такой виде. А относительно последней координатой D и S1 это просто минус D и X3 продавайте. Ну, вот, и тогда ясно, что можно рассматривать уже трехмерную Вселенную Гёггаля как матричную группу Ли-8 с левым вариантом и ловенцевой метрикой и меньше согласно всем таких компонентов для базиса матричной группы Ли-8. Ну, вот, в матричном виде надо найти эти векторы, которые там были записаны как взятие частных производных по соответствующим координатам. Е0 это будет вот такая матрица. Вот здесь появляется 1, здесь получается 2 ненуровых элемента Е2 вот здесь. Ну, и тогда в алгебре Ли обычным образом считаем скобки Ли-Берюр вот этих матричных элементов. и здесь получается вот так, что Е1, Е2, если мы возьмем вот эти две матрицы, здесь получается, ну, просто по определению надо сначала перемножить Е1, Е2, а затем взять минус Е2, Е1. Ну, и легко вычисляют, что минус Е2. А Е0, Е1 даст нули. И фактически вот ненулевые скобки только здесь получаются, вот по этим компонентам Е2. Ну, а теперь вот разложение эмассалов. Разложение эмассалов назван. То есть Г это полупростая алгебра Ли, вещественная Кси, некоторые эволюции потан, но я, к сожалению, некоторые детали должны допускать. Когда Г есть прямая сумма так называемого разложения картана, где R это подалгебра Ли, состоящая с неподвешенных элементов относительно этой эволюции. Далее обозначим через А некоторое максимальное коммунитативное подпространство П. Тогда существует следующее разложение ЭВАСА. Это для алгебры Ли. Пусть Г полупростая вещественная алгебра Ли. Когда существует прямая сумма векторин подростков Ли. То есть мы еще дополнительно раскладываем П под пространство. Здесь Н оказывается некоторая непатентная под алгебру Ли. Такая, что если вы применяете скобки элементов отсюда, то эндоморфизм это взятие скобки на другие элементы. Не ипотетам для каждого X и Z. И вот эта прямая сумма это разрешимое под алгебрами. Вот это на языке алгебры Ли. Вот как пример как раз вот этот случай мы и будем рассматривать. В той же статье готовит Росконсад. Вот если мы рассмотрим вот это сначала более общий случай там вот если СН Р рассматриваем то вот это будет алгебра ликососимметричных матриц А под алгебра диагональных матриц с нулевым следом А Н это под алгебра строго верхних треугольных матриц. В частности вот для неинтересующего нам случая Ф состоит из таких элементов где Т это произвольное вещественное число А это такие матрицы след равен А здесь верхняя треугольная матрица где Т это произвольное вещественное параметр ну ну естественный базис появляется вот здесь вот такой базис вот такой базис и вот такой базис скопы ли для этого базиса легко считаются вот я опять же не буду обращать внимание они легко считаются здесь написаны вот возьмем перейдем теперь к соответствующей группе ли то есть SL 2 вот когда K будет компактная подгруппа одномерная А это экспоненты диагональные матрицы это подгруппа ли полупростой группы ли соответствующие разложения ну вот здесь уже для произвольной вот теорема 2 это уже теорема из книги Фил Гассона пусть G это связанная полупростая вещественная группа ли когда G можно представить как произведение вот таких подгрупп ли и вот такое отображение которое набору элементов из каждого этого сопоставляет их произведение это дифемарфизм вот такого многообразия на группу ли G вот это как раз как бы разложение лассалы для групп ли но отсюда следствие получается что группа ли G дефиамотна вот таким группам ли когда мы берем прямое произведение компактное или вот просто прямого произведения вот теорема 1 которая была для алгебрелей и вот эта теорема для теорема да другая которую я здесь не привожу влекут следующие утверждения предложения 1 множество К АН и АН это связанные замкнутые подгруппы ли где АДР компактно и так далее ну вот здесь вот некоторые общие результаты давайте я это пропущу поскольку меня интересуют вполне конкретные группы ли и давайте перейдем я не буду если мы вернемся вот этим группам которые у нас появляются то у меня получается что существует изоморфизм группы ли на группу ли вот такую это верхних треугольных матриц и соответствующая реализация группы ли вот такой сливый вариант и здесь дается доказательство я не буду это говорить здесь дается описание вот группы ли вот здесь устанавливается конкретный изоморфизм опять же вот здесь да как как алгебрули как группы ли вот такие отображения соответственно изоморфизм если еще не сами накрываешь отображаются ну к сожалению детали я должен здесь некоторые вычисления вводится соответствующие там же исходный матриц исходный базис не был автономированный его надо автономировать если если перейдем вот уже другой запись получается такой автономированный базис который можно заменить на такой и вот такие тогда получаются скобки и вот нормированный базис ну и базис вот который только что говорится он имеет вот вот эта группа изоморфная группа ли вещественных нижних треугольных матриц с единичным определением то есть можно рассматривать здесь появляются уже нижние треугольные матрицы это разрешимая группа ли как хорошо объявлены ну и вот это как раз книги 3 книги 3 которую я цитил авт рассматривает группу ли с левой вариант лоренцева метрика это на неправда противоположную сигнатуру рассматривает вот такие берутся векторы вот ну мы берем противоположную сигнатуру ну еще раз повторяю они утверждают что вот эта трехмерная вселенная Гёделя можно реализовать надо только взять универсальное накрытие этой группы а в качестве ортонормирования нового балета нужно взять такие вот веки ну ну вот этот теорематрик опять же я детали пропущу детали пропущу здесь вот как раз рассматривается лоренцева метрика следует профессору Нигу подсчитаны секционные кривизны аналоги секционных кривизны вот для того базиса автономирована вот они оказываются а это а это то что для моей группы не получается и на самом деле если вы сравните они отличаются только константой с точностью доподобия а подобие всегда можно применять получается в общем на базисе все секционные кривизны совпадают то есть это как бы подтверждает их утверждение что вот вселенную Гёделя можно реализовать на универсальной накрывающей как это делается опять детали я упущу но вот просто для любого псевдоиммунного многообразия псевдометрическим тензором с явностью леви-чериты и главных векторных полей вот там дается ссылка вот получается что вот такой результат параллельного переноса векторных полей умноженное скалярно на z равно какому выражению вот но поскольку у нас леви-он-вариант на векторне поля в том случае мы рассматриваем то вот эти вот скалярные произведения константы и при дифференцировании этих скалярных произведений вот вот эти первые три слагаемые зануляются просто значит остается что нужно в нашем случае посчитать последние три результаты в общем вот здесь эти вычисления которые я конечно пропущу которые подтверждают то утверждение которое я говорил то есть как считать кривизну хорошо известно для леви-он-вариантных лоренцевых метрик в том числе вот я сказал основные моменты и вот я все посчитаю и получилось то что я говорил конечно детали вот не нужно где смотреть вот и вот здесь получается это как бы доказательство я пропустил все выкладки ну и вот следствие о котором я фактически уже высказал что лоренцева метрика из пункта 2 то есть вот та лоренцева метрика которая была построена в книге Хельгерта и Ниба локально изометричной метрики S0 S0 с коэффициентом вот таким коэффициентом надо только взять другой коэффициент я брал коэффициент коэффициент единицы а если вы возьмете там коэффициент 1 2 в формуле 1 то получается ну вот здесь опять идет это фактически детальное рассмотрение я это все посмотрю теперь я перехожу к результатам Аграчева и Бореларе так у меня 3 минуты остается вот стандартно стандартно левомариантно субременного метрика на той группе определяется вот в статье Аграчева и Бореларе вот таким атомнормированным для первого в тех же самых обозначениях которые я применял Е2 Е1 и тогда вот на такой группе существует единственная субременного метрика это конечно локальная изометрика вот ну конкретные заметки и которые определяются атомномированным лепером вот в том Бореларе ну опять здесь некоторые детали вот эта теорема 4 это из статьи Аграчева Бореларе вот с одной стороны если сделать субременову метрику здесь и на СССР вот то дефиомаризм который они вот задают вот таким образом является глобальной субременной изометрией ну вот я спрашивал писал письмо Аграчеву применяли ли они разложение васавы он сказал что нет что Бореларе в то время был дипломником и он поставил ему задачу было известно что изометрия есть но как ее определить и Бореларе долго мучился и вот получил такую форму ну и на самом деле вот я замечание тоже можно пропустить вот я предложение отриблика сформулирую вот так глобальная изометрия которую они построили вот если что иное как дефиомаризм и васава группы это нижний первоугольник матриц на S2 на S2 вот такого вида надо вот таким элементом вот такой группы сопоставить произведение вот таких элементов здесь где N нужно вот такой элемент взять это вот такой элемент вот такой и A это есть ρ 70 это B ρ 70 это вот обозначение как рубля и получается в точности тот диафиомарфизм то есть надо применить известную формулу вот и получится изометрия вот ну здесь уже детали которые можно игнорировать я еще извините я поторопился я сейчас закончу вот так то есть разложение его савы но на самом деле существование такого изоморфизма еще не доказывает изометрия и вот им нужно было это доказать и в связи с этим в связи с этим вот так же как изометрию до лоренцесметрии которую я упоминал это тоже не так просто установить с другой стороны возникает вопрос вот скажем если есть однородное риммонное многообразие сливил вариант риммоновой метрики на группах ли существует ли изометричное риммонное многообразие на них замок на группах ли показывается это вот благодаря Юре он мне напомнил результаты Алексеевского но я потом стал с об этом в частности для пространства Лоботевского мне говорил об этом Алексеевский еще на конференции 87-го года а я просто это должен сказать что эта конференция 87-го года которой Алексеевский сказал была посвящена 75-летию Александра ну вот и я прикрыл к этому образу и сделаю сегодня спасибо спасибо пожалуйста вопросы для качевого кайпа в целом первых программах там же геологическую 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 прямую минимальную геологическую геологическую разгарм kinds действительную решение их не подобных не геологическую геологическую а на самом деле просто рассматривается, что, скажем, временном или все временном случае можно применять принцип максимального конъярения. С другой стороны, вот если вы пересмотрите пространку лобочерства, то там известно, что как бы не кратчайше, а вот когда временеподобные, где-то здесь ниже, надо искать длиннее силовое время. Да, да, да. То есть там надо искать длиннейшую теорию, но ее можно стабулировать, там был принцип максимум конъярения, но здесь можно сказать принцип минимум может применяться уже после временеподобной геологии. Спасибо. 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 а форма картан и вы можете смотреть если есть другой решение другой оригинальный модель решения я не понимаю С Hey, I can only say if you go to for example, you can consider the group of upper or below this is not unique Ну, я не знаю. Так, еще вопросы? Если вопросов нет, тогда перерыв.